Как выписать родственника из своей квартиры, если он того не хочет? С вами сегодня я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, по отношению к регистрации по месту проживания или пребывания, все родственники собственника делятся на тех, кто обладает правом пользования, правом использовать жилую недвижимость постоянно или до наступления определенных обстоятельств, и тех, кто никаких реальных прав на использование имущества уже не имеет. Первых выписать невозможно, и по решению суда. Сначала нужно было бы прекратить само право пользования жилого помещения, а прекратить регистрацию вторых довольно легко. Достаточно обратиться в суд с исковым заявлением, а в нем изложить обстоятельства дела и законы, имеющие отношение к существу спора. Нюансы прекращения регистрации против воли жильца. Однако, на практике, когда ведут речь про прописку, то могут иметь в виду все, что угодно, включая ситуацию с использованием квартиры по договору найма какого-то типа. К сожалению, многие граждане строят свои рассуждения на основе прописки, хотя на самом деле возможность иметь право распоряжаться жильем или использовать его для проживания, оно уже возникает на основании какого-то юридически значимого события. К примеру, заключение сделки или по праву рождения. Число лиц, которые пользуются иммунитетом к потере права проживать на определенной жилплощади, не являясь при этом собственником жилой недвижимости. Довольно мало, но все же они существуют, и сделать с ними ничего нельзя. Так, если человек проживал в квартире до начала процесса приватизации и добровольно отказался от участия в ней, то за ним сохраняется пожизненное право проживать в квартире, которая уже стала чьей-то собственностью. Такие квартиры и называют квартирами с обременением. Чаще всего они возникают в силу регистрации в квартире кого-то из родителей несовершеннолетнего ребенка. Не получится прервать регистрацию и выселить против воли одного из супругов, поскольку он имеет право проживать там же, где проживает второй. Для лишения этого права нужно сначала расторгнуть брак. Достаточно серьезно защищаются законом права несовершеннолетних. Если в какой-то квартире прописан родитель или родители, то там уже проживает и несовершеннолетний ребенок. Характерно, что это право защищается двумя положениями. Статья 54 Семейного кодекса дает право ребенку жить в семье и проживать совместно с родителями. И статья 20 Гражданского кодекса устанавливает право о том, что вместо жительства несовершеннолетних детей, не достигших возраста 14 лет, признается место жительства их законных представителей. При этом российское законодательство предусматривает, что существует семья, которая обладает определенными базовыми признаками. Признаки семьи собственника жилой недвижимости перечислены в части 1 статьи 31 ЖК. Все граждане, которые попадают в число тех, кто является членами семьи собственника, обладают и правом совместного с ним проживания. А раз они могут проживать, то обязательно должны быть и зарегистрированы там, где живут. Именно семейные узы являются приоритетными по отношению к тому, что обычно вкладывают в понятие родственники. Важность воли собственника жилой недвижимости. Собственник квартиры может воспрепятствовать проживанию в ней любых лиц, которые не являются членами его семьи. И право которых проживать в квартире против воли собственника не защищено законом. Давайте попробуем детализировать вопрос из заголовка. Может ли собственник квартиры выписать из нее двоюродного дедушку своей жены? Не спешите заявлять, что однозначно, мол, может. Все зависит от индивидуальных особенностей ситуации. Если данный гражданин когда-то обладал недвижимостью, а зачем заключил с родственниками договор ренты с содержанием, после чего рентодатель продал квартиру другому родственнику, то право получателя ренты на пожизненное проживание, а значит и регистрацию по месту проживания, сохраняется. Покупатель прекрасно знал об этом, поскольку обременение недвижимости получателем ренты указывается в госреестре недвижимости и сделок с ним. А вот в случае, когда родственникам имеется в виду какой-то дальний, практически чужой человек, который был прописан из сострадания, потому что проживает в поселке, где нет работы, а без регистрации в другом городе его также никто не возьмет, то несложно прервать даже постоянную регистрацию. Правда, лучше с самого начала регистрировать его временно, оформив договор безвозмездного жилищного найма. А вот уже в случае постоянной регистрации, при отсутствии желания зарегистрированного лица прекращать регистрацию самостоятельно, придется обращаться с иском в суд. Если, например, у брата или сестры, бабушки или дедушки, дяди, тети, невестки и родственников подобного уровня нет никаких оснований для того, чтобы сохранять за собой право проживания, то суд вынесет решение, исходя из того, какова воля собственника, и имеются ли признаки длящихся семейных отношений. В случае, когда собственники и ответчик живут вместе, но у них нет общего бюджета, общих предметов быта, они не оказывают взаимную помощь, поддержку друг другу, или же ответчик выехал в другое место жительства, то собственник имеет все основания для того, чтобы добиться судебного решения о выписке такого жильца. Это довольно старая судебная традиция в России, которая была отражена еще в постановлении Верховного Суда от 2009 года. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч. Пока.